Дорогие женщины, читательницы ЛК, с 8 марта, огромные виды счастья, нервности, тепла, добра, миллион алкогольных, пусть сбываются 7 вечных желаний, заботливых и классных мужчин. С праздниками! Всем привет! С вами Дима Бигбаев, группа 4Pot. Всем читателям Матковского комсомольца, вернее, читателям всех хочу поздравить с 8 марта, пожелать всем успехов, удачи, любви, чтобы вас любили и ценили не только в день рождения, день, я не знаю, юбилея и, конечно, 8 марта, а чтобы этот праздник 8 марта, ощущение вот этого запаха свежих цветов, которые дарит любимый человек, и чтобы оно сохранялось. На весь год. 8 марта мы вас очень любим и будем бить всегда, 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 всегда. Девушки, самые лучшие. Всех читательниц МК хочу поздравить с потрясающим женским праздником 8 марта. Любви вам, дорогие женщины, молодости, красоты, всего самого-самого лучшего. Будьте счастливы, здоровы и читайте обязательно МК. Увидимся на страницах. Привет всем, меня зовут Азия, я ведущая канала МУЗ-ТВ, и я поздравляю всех читательниц МК с Международным женским днем. Жаль, что он только один в году, но, слава богу, он наступил. И пусть в этот день вам дарят подарки не только лучшие подруги, но и любимые мужчины. Как это принято. С праздником. Дорогие читатели, а точнее читательницы газеты Московский комсомолец. Сегодня я от всей души, от всего сердца поздравляю вас с праздником 8 марта. Желаю вам оставаться такими же красивыми, привлекательными, желанными и сексуальными. Ну и, конечно же, вечной весны в сердце. Ваш Тимур Соловьев. Привет, меня зовут Дмитрий Оленин, я ведущий телеканала РУ-ТВ. Я искренне поздравляю всех женщин с Международным женским днем. И дай бог, чтобы осуществлялись ваши не только женские мечты, а чтобы все-все-все, ну а мужчины рядом с вами, были самыми настоящими джентльменами. С праздником. Здравствуйте, дорогие и любимые женовщины. И девушки, и бабушки, и жены, и сестры, и дочери, и, наверное, еще дочери, и опять сестры, и опять бабушки, и опять женщины, и опять девушки. Вот так вот. Тети еще. Вот, я забыл, перечислили. Тети. Это очень важно. Меня зовут Игорь Кокс, и, знаете, я почему в очках? Потому что я слепну. Каждый день я от вас слепну. Не только 8 марта это происходит, когда вы разряженные и слегка пьяные. Нет, это происходит каждый день, во всяком случае, ну, в том окружении, в котором я нахожусь. Я вас поздравляю, вас поздравят сегодня еще 450 миллионов раз, подарят вам мимозы. Так вот этого и желаю, чтобы вам подарили мимозы. Не просто какую-то там машину, или какую-то там яхту, или какую-то квартиренку, или там, допустим, какое-то колечко с каким-то вот таким бриллиантом. Нет. А нормальные, челобуческие мимозы. Вот так вот. И будет абсолютное, мне кажется, счастье. Еще раз поздравляю. Всем здравствуйте, меня зовут Слава Никитин. Принято считать, что было всего 7 чудес света. Но мы-то знаем, что это не так. Потому что чудес света 8. И именно 8 марта отмечается день самого главного чуда света. Это, конечно же, ваш день. Уважаемые, горячо любимые, привлекательные, сексапильные, умопомрачительные девушки, женщины и бабушки. На самом деле, если рядом с вами есть мужчина, который посмеет вас не поздравить в этот замечательный праздник, одним словом, козел, тогда знайте, на телеканале РУ-ТВ всегда есть настоящие мужики, которые будут с вами и будут вас очень сильно любить. Мы вас любим. Спасибо вам за то, что вы есть. Всем привет, меня зовут Макс Орлов, ведущий телеканала РУ-ТВ. Дорогие, милые, очаровательные дамы, мы не сможем называться настоящими мужчинами, если рядом с нами не будете находиться вы. Поэтому будьте честными, будьте открытыми и вообще просто будьте с праздником вас. Дорогие дамы, в этот замечательный день, 8 марта, разумеется, в первую очередь вспоминаются самые близкие, дорогие сердцу женщины, как мамы, сестры, бабушки и так далее. Ну и, конечно же, очень важный момент, что многие не поздравили меня, девчонки, с 23 февраля, поэтому те, с кем я тесно общаюсь, и те, кто меня не поздравили, девчонки, я вас не поздравляю. Вот всех остальных женщин, населяющих нашу огромную родину и не только, может быть, даже и Европу, и, может быть, Липецкую, Саратовскую и Вологодскую области, всех вас поздравляю искренне от души. Дэнс Дисюк любит вас. Дорогие дамы, примите эти виртуальные цветы.